Привет, зритель! Давненько не было съесть или выкинуть. Сейчас в преддвериях Нового года самое время освободиться от всякого барахла. У меня тут целый мешочек скопился. И тут первое, что я недавно попробовала, мне очень понравилось, и состав у него нормальный, ты, наверное, в курсе, я загоняюсь на составы, потому что на некоторые яешки у меня аллергия, я начинаю счесываться, а на пальмовое масло у меня тоже аллергия, я начинаю как-то так это, не то чтобы задыхаться, но чувствую тут масло. Короче, коломенский, печенье коломенское классическое, топлёное в печи. Томлёное, точнее, в печи. Я вчера, когда покупала магнит, я тоже просчитала топлёное в печи. Тут 120 грамм, оно что-то стоило вообще 36 рублей. Честно, на него я помню цену, на остальное, скорее всего, вряд ли уже вспомню. Но состав тут хороший, тут нет пальмового масла, потому что тут в составе масло подсолнечное. Но и этот, как бы, хоть и написано натуральный ароматизатор, но нету таких, видимо, ешек, ни по составу нету ешек, ни по ощущениям. Мне очень понравилось, я его за два дня тут схомячила, вот такое печенье-то было. Печенье сахарное классическое. Если его видишь где, то советую тебе купить такое печенье вкусно, с чаем. У меня тут масло, бумажечка от него. Покупала я тут как-то. 100 грамм, около 70 рублей было у нас в магните. Экона, натуральный продукт, масло сливочное, крестьянское, 72,5% жира. Вот такая бумажечка от него. Хорошее масло. Тут всё вот такое. А, он у меня ещё не сожрался, просто я его переложила в другую такую сахарничку. Мон, кафе, сахар тростниковый, кусковой. Нерафинированный тростниковый сахар без искусственных добавок и красителей. Я раньше очень любила тростниковый сахар, кусковой, карамельный, россыпь. А потом что-то меня попустило, я пошла по другим всяким сахарам, типа виноградный, финиковый, пальмовый, кокосовый. Сегодня я пришла к выводу, что хоть такой сахар тростниковый кусочками, хоть свекличный обычный белый кусочками, если фигачить его в чашку с чёрным крепким чаем, чтобы он был сладкий попутно, и у вас при этом мигрень или такое полудохлое состояние, то вот по сладости он одинаковый, что свекличный, что такой. Но он считается типа дофига полезным. Мой близкий родственник очень любит этот сахар, пить с чаем, либо иногда с кофе, и как бы считают это такое вот, ну прям, он же дороже стоит обычно, чем обычный свекличный сахар. Ну, подешевле, допустим, наверное, чем пальмовый, или кокосовый, или финиковый, или там виноградный. Ну, хороший сахар, короче говоря. О, коробочку можно в отражение отправить. Оно не закончилось, просто мне в этом, о, кстати, надо было, наверное, на днях надо сделать снова какой-нибудь кефир, йогурт. У меня там вроде куплено молоко, но мне кажется, ну, короче, надо другое ещё молоко купить, потому что или оно начатое, или типа того. В общем, йогурт, закваски бактериальные. Иван Поли. От Иван Поли я как-то давно покупала какао-бобы. И они что-то по рублю за грамм были, 50 рублей за 50 грамм. Хорошая фирма, мне понравилась. У них вот закваска, мне очень понравилась. На кузьем молоке, вообще заметила, любая закваска делает очень густой йогурт. Я пробовала бакзравовские закваски. Ну, благодаря им сотрудничеству с ними два раза аж. Потом пробовала, я забыла, какая закваска. Может, она тут есть коробочка, может, и нет. Но если попадётся, значит, попадётся. И вот это, и вот это мне очень понравилось. Оно, кстати, во-первых, недорого было. Ну, правда, сейчас цена на Вайдберс немножко другая. Тут 3 грамма в пакетике, 10 штук. Ну, тут, правда, один пакетик на литр. Но у меня йогуртница на полтора литра, и максимум туда можно заливать литр 200 где-то. И, в принципе, мне этого литра хватает за глаза и уши. И довольно густой йогурт получается. На молоке 3,2% жирности густой. На молоке 4% жирности или 3,7. Вот я углическая сейчас покупаю, агри-волга наша, вот, головинская, по дороге, как в нашу деревню ехать, Моисеевская, на Прилудском автобусе. Короче говоря, оно хороший, густой. На козьем молоке очень густой такой выходит. Вообще можно так вот прям... Хочется сказать, каша. Прям ложка стоит. Не то, что вот он такой вот, ну, как бы загустеватый, и пока его не перемешаешь, он ложка стоит. А именно, что перемешаешь, он очень-очень густой такой, прям тягучий. А молоко 2,5 жирности, я не помню, не пробовала? Или не пробовала? Но он такой очень жидкий получается на любой закваске, на молоке 2,5 жирности. Правда, ну, на этой и другую закваску. Богдавовская, в принципе, получается хорошая на 2,5 жирности, но, ну, как бы нормальный, густой, но не такой, как вот, допустим, на козьем молоке. Короче, мне очень понравилась вот эта закваска, йогурт. Я, правда, не догоняю разницы йогурт или кефир, потому что оно по виду получается всё одно, вот этот кисломолочный продукт. Иван Поля йогурт, закваска бактериальная. Если вдруг увидите, на Вайтберрис я брала, или там на Озон, или ещё где-нибудь. Ну, я на Вайтберрис брала, советую. Хорошая штука вообще. Особенно, если есть йогуртница, то молоко до температуры максимум 42 градуса доводите, и туда сыпите, размешиваете, и за 5 часов йогуртница будет готова. Китай-чай. Это у нас был шупуэр с горы Уи Корзина. Ну, в смысле, в Корзине он там фигачился. 30-летний, датой производства в августе 1992 года. Я во второй классе училась уже в том времени, наверное. Или в третьем. Ну, не суть. Короче, с августа, точнее, с апреля 1992 года он создан, и до апреля 1934 года он выжил, но он у меня благополучно выпился. Такой хороший, качественный пуэр. 30 лет, 50 грамм. Вот здесь вот он в таком пакетике. Китай-чай. Мне кажется, этот пакетик может... Если он не воняет ничем. Нет, он слегка воняет. Пахнет пуэром. Ну, короче, его можно, наверное, на сожжение отправить. Или на переработку. Как-то так. Я просто тут разбиралась вчера на балконе, нашла кучу таких пакетиков, прослюдированных изнутри, от всяких там своих орехов, которые я покупала, семечек, еще что-то на Вайдберс и Азон. И в каком-то из этих пакетиков даже что-то лежало, и такой в бытовухе пригодится. Ба-ба-баб. Вита Браун. Будь активен, питайся правильно. Сушеная молотая мякоть плодов. Вкусно со смузи и коктейлем. Отлично сочетаются с йогуртом и кашей. Растительные аминокислоты. Источник энергии. Жизненной силы не содержит консервантов. Суперфуд. Природный энергетик. Не сказала бы, что он энергетик, конечно. 75 грамм тут было. Он что-то стоил около 500 рублей. Я покупала его на Азон. Долго он у меня лежал в закладках. Год назад я его покупала где-то, наверное. Да, вот оно вообще тут из 1 октября 2020 года созданное. Может даже чуть больше, чем год назад. Пардон, зеваю тут. Короче, если взять, допустим, его чайную ложку, добавить в чашку на 200 миллилитров, ввести тёплой водой, он по вкусу будет как красная смородина. Берёшь, зритель, красную смородину, сушишь её и смельчаешь, и бодяжешь. Будет тебе счастье. Точно так же вот витамин С такой же, как здесь. Только более доступная и более, мне кажется, дёшево. Мне просто давно хотелось попробовать. И вот он был в закладках. Ну, потом он у меня как-то, я его добавляла в смузи, в энергетические всякие штуки, коктейли на этих суперфудах созданные мной. Ещё что-то делала. Ну, последний раз я его просто выпила так вот с водичкой. Так себе. Чисто на попробовать. Ну, в тех местах, где растёт баобаб в большом количестве, и он довольно бюджетный, и нет красной смородины, то да, баобаб. А если у вас есть красная смородина, то можно даже использовать жмых красной смородины, после там смородины, перетёртой, допустим, сахаром, замороженной, размороженной. Сделали морс, оставили этот жмых, разложить его на какой-нибудь коробочке, я в силиконовой форме для выпечки его сушила на батарее. Потом измельчаете его в кофемолке, допустим, и можно добавлять там в еду кашу и так далее. Вместо баобаба. Ну, чисто напопробовать, так скажем. Вряд ли буду повторять. Другой. Очень лёгкий аромат, непонятно чего. Но он практически без запаха. А что у меня тут? Какао тёртая, веган фуд. Просто какао тёртая. Если у вас нет биоломиксов, а у меня он теперь есть уже год как, ну, мощного блендера на 2200 ватт, то, и нет какао-бобов при этом, вы, соответственно, не можете измельчить какао-бобы до состояния какао-пасты, то можете купить вот какао тёртая веган фуд. Полкило. Хорошее. Стопроцентное какао тёртая, перетёртая какао-бобы. Это если вы делаете, допустим, домашний шоколад, или же просто можете использовать эти какао тёртая, просто эти плиточки, кусочек он продаётся. Этот был чисто в кусках таким. Очень неудобно им было использоваться. Пользоваться, растапливать там, ну, как бы... Если растапливать мармитя, которую я всё никак не смонтирую, постараюсь в начале, наверное, уже следующего года это сделать, то, в принципе, пофиг как кусками. А если у вас нет мармита, он же Воскоплав, то можно, допустим, ну, на паровой бане всё-таки удобнее, на водяной, точнее, бане, плиточками более поменьше. Но если вот так вот, можно просто погрызть, чтобы словить чуть-чуть энергии в течение дня. Хорошая штука. Блин, я туда руку засунула, там вот этим шоколадом конкретно таким пахнет. У меня закончилось хоть зитя. Японский зелёный чай хоть зитя. Реально японский. Со сроком годности до 15 января этого следующего года. Он продавался где-то вот в ноябре. Я покупала, у меня ещё такой же пакетик есть, 50 грамм Япония Янойен. Хоть зитя куки из Удзи. Ну, хороший чай. Похож на тот, как мне Никитос в Японии присылал. Только более такой как-то крупно-листовой, скажем так, в средней паршивости. Вот ещё пакетик кефир, закваска бактериальная, Иван Поля. Я пересыпала их просто обе в пакетик. У меня в холодильнике в обычном прозрачном пакетике лежит. Потому что так оно стояло и занимало место. И вот кефира у меня, по-моему, штук 9 осталось, а йогурта у меня осталось штук 5. Точно так же один пакетик на литр молока, 3 грамма в пакетике, 10 штук. Хороший, мне понравился. Вообще, знаете, разницы нет, что кефир, что йогурт. Вот так вот, чисто для меня. Оба также вот на козьем молоке очень плотные, густые выходят. На молоке коровьем 3,7% жирности или 4% жирности. Густой выходит. Правда, 4% жирности я покупала. Это было рыбинское молоко, и там было нормализованное и обезжиренное. А углическое молоко, оно не реклама. Это чисто то, что мне нравится. Оно как бы прошло через меня. Оно чисто вот нормальное, ну, полноценное молоко, как бы без нормализации. Ну, как бы такое молоко полностью, без всякого там обезжиренного или ещё что-то. Ещё мне иногда попадалось нормализованное молоко и с добавлением сухого молока. Думаю, блин, вообще. Короче, вот то, что 3,7% жирности, оно вроде как менее такое жирное, да, по сравнению с 4% жирности. Но мне больше понравилось, чем, допустим, на рыбинском, которое 4, с добавлением обезжиренного. Дары Памира. Какао мало. Какао масло. Африканом колотое. 100% натурально нерафинированное пищевое какао масло. Получено путём первого холодного отжима высококачественных какао-бобов при температуре ниже 47 градусов. Какао масло с нежным запахом. Идеально подходит для приготовления кондитерских изделий, живого шоколада, косметических средств. Продукт готов к употреблению какао-масла. 100% колотое. 200 грамм. Надо было мне потом купить, наверное, какао-масло. Мне кажется, у меня уже всё вот закончилось. С последним моим шоколадом, приготовленным в Мармите. Хорошее. Мне, правда, не попадалось пока плохого какао-масла, если честно. Никакого тёртого, никакого масла плохого мне не попадалось пока. Вот тут славная трапеза. Молоко сухое, обезжиренное. 400 грамм у меня ещё на пакетик есть. Но как бы одно уже заюзанное, другое ещё осталось. Знаете, хреновое молоко. Я его, вот у меня второй раз такое молоко попадается, которое делаешь его, как бы я его взбиваю, ну, приноровилась в стационарном блендере, браун, взбивать. И, короче говоря, ну, воду наливаешь, засыпаешь молоко, наливаешь воду. Бжик. Но постояло там минут 10-15, настоялось. Нормально такое молоко можно кипятить, варить кашу, ещё что-то. Это в сухом виде можно добавлять в кашу, допустим, манную или овсяную. Сразу варить тогда да. А если его вот попытаться прокипятить, то оно отпрыснет, оно сразу скисает. У него там какой-то этот лёгкий осадочек творога ображётся. Я в итоге как-то добавила в этот лёгкий осадочек творога свой козий творог прямо из морозилки. Чутка прокипятила, перелила в эту форму для выпечки, засунула туда немного муки пшеничной. В сметанки положила чутка сахара и перемешала. У меня вышла замечательная творожная запеканка. А вот так как-то я его просто в тёплой водичке размешала. Ну, градусов, может, даже не сильно тёплая такая. Градусов 30 даже было. Даже меньше 30. В блендере. И просто холодной водой. И оно сразу отпрыскивает. Оно вроде как смешивается нормально. Пьёшь его, чуть-чуть постоит, и там уже осадочек такой. Вот какая-то невнятная сыворотка. Не знаю, чё за хрень. В общем, не советую я славную трапезу. Хоть тут и написано состав сухое, натуральное, коровье молоко, обезжиренное, высушенное способом распылительной сушки. Но, видимо, чё-то там не досушили. Оно выходит как вот это, вот первый дизлайк, скажем так. Чё у меня тут? Дрожжи, галерея вкусов. Мне вообще нравится вот эта галерея вкусов. То ли в Магните покупала, то ли в Ашане покупала, фиг знает. Короче, даже на Озон. А вот этот я на Озон покупала. Тут у нас он наклеен. Дрожжи. Но вот именно галерея вкусов я как-то покупала в каких-то оффлайновых магазинах. У меня специи были. Вполне нормальные специи. Вот и дрожжи очень даже хорошие. Высшее качество. Хорошие дрожжи. Учитывая, что на момент, когда я их использовала, они были на несколько дней просрочены. Они тут до 8 декабря этого года были. А они у меня всё нормально было. Тесто поднялось. А там какой-то булочек делал, кажется, в этой микроволновке. Или в чём-то ещё. Вот. Дёшевое сердце. А, да, вот это всё-таки у меня есть роднуша. Родным на здоровье закваска варенец. В общем, ну, как бы, хорошая, бюджетная на тот момент покупки. 134, что ли, или 145 рублей. Закваска тут, короче, один пакетик на 3 литра рассчитан. Всего 5 пакетиков по 2 грамма. У Иванполя 10 пакетиков, каждый пакетик на литр. Но они по 3 грамма. Но вот это мне всё-таки больше понравилось, чем вот это. Оно, конечно, любая закваска на козьем молоке, как я уже говорила, очень такой хороший плотный йогурт получается. Кефир, ну, кисломоролочный продукт. Но вот на молоке чуть, там, 3, 2, 2, 5. Вот разницы вообще нет. Какой-то, ну, что-то не очень так. Чисто, чтобы попить. Оно погуще и повкуснее выходит, чем, допустим, покупать ту же ряженку в магазине. Но, ну, некоторая ряженка бывает вкусная. Не помню, иногда вот я бывает, беру какую-то ряженку по скидке, у нас в магните бывает, но я название не помню чисто так вот. Эко или что-то, там, вроде, может, даже не эко. Но вот это, чисто, если, допустим, вот это будет дорого, а это будет дешевле. Ну, получается, в принципе, две коробочки, вот это вот равно. Только в крайнем случае покупать, если, допустим, оно будет в наличии, а всего остального нет. А так, я вот это советую, а это не очень. Ну, так себе, короче говоря. Тут, кстати, у меня еще, вроде, остался пакетик. Ну, в смысле, как оно, вот в таком пакетике оно. Это закваска была. Что у меня тут? Ти-ти-чай. Зеленый чай. Матя. Япония. Первая категория 100 грамм. Он тогда что-то стоил... Довольно бюджетно, короче, стоил. Я купила его, а потом еще три раза его купила. После этого он стоил стоить три раза дороже, 10 октября 2022 года он расфасован. Хорошая такая матья. Не сказать, что супер изумрудную я не видела в России, как вот мне Никитос присылал. Но она довольно зеленая. Она, в принципе, наверное, по цвету, вот именно как на упаковочке. Может, чуть побледнее. Довольно вкусная. Ее можно заварить просто водой, и вкусно будет. А можно заварить с молоком, как я в последнее время пью. Ну, просто как бы с молоком я пью то, что не изумрудная. А не изумрудная у меня не попадалась вся в России. И оно... Ну, не темный вот такой изумрудный цвет. Как-то мне попалась изумрудная. Мне стоматип на Вайтбрис прислали. Там брак был заводской изначально. Хлорелло. Вот уж да. Такая зеленая. Цвет зеленки, блин. Короче, хороший чай. Советую. У меня еще от этой фирмы есть порошок Тара. Тоже вкусная такая штучка. Там 100% порошок. Так же, как тут 100% этот самый зеленый чай молотый. Порошок зеленого чая Япония. Хорошая, качественная штучка. Может, не знаю, получится тут показать цвет. Или нет. Наверное, уже не получится. Тут как бы он есть там что-то, но вот как оно есть. Не бледная, как большинство чая, который продают на картинке одного покупопроизводителя. А на деле другое. У меня она не закончилась. Она у меня есть. Просто вот я ее пересыпала. Пакетик сюда. Розовая каменная соль 500 грамм. Сенхам на мак. Индия. Нормальная розовая каменная соль. Первый раз вообще пробовала. И то с пинка Никиты. Если бы не он, в жизнь бы не купила. Ну, как бы шла. Иногда в пятерке в магните вижу. Так, ну, розовая соль. Ну, и ладно. Розовая каменная соль. Для повседневной готовки. Чуть-чуть, может, по вкусу соли отличается от обычной каменной белой соли. Но она, типа, считается такая более полезная. Чего у нас тут такое? О! Потрясающие пряники шоколадные. С восхитительной шоколадной начинкой 1938 года рождения. В смысле, так написано. Сладкая слабада. Сейчас я гляну. Чего у нас тут? Состав, конечно, оставляет желать лучшего. Но они были реально вкусные. У меня с них не было никаких ощущений неприятных. Не были мягкие и шоколадные. Вообще люблю шоколадное всё. Я сегодня себе позволила шоколадку. Самопальную кусочку. Ну, как бы, может, ты не в курсе. Или, может, я в начале видео говорила. Короче, был у меня гастрит. Вот недавно вроде как более-менее закончился. Но определённую диету всё ещё надо брести по чуть-чуть. И вот я сегодня себе позволила немножко шоколада. Так вот, вкусные пряники. Если увидишь, советую. Я больше не видела такие пряники. Пакетик. Абрикос сушёный без косточек. Стоп, диабет, абрикос сушёный без косточки. Таджикистан. С мелким мусором. Иногда. Иногда такой очень сильно впечатавшийся мусоринка. Которую даже после мытья или отмачивания она всё равно остаётся. Но так действительно вкусный, кисловатенький абрикосик. Ну, в смысле, это курага на самом деле. Ну, курага это сушёный абрикос. Так вот, это реально сушёный абрикос. Курага. На Озон покупала. У меня там ещё полтора пакета осталось. В килограмме было вот четыре таких пакетика по 250 грамм. Я не помню, я тот ролик монтировала или ещё не монтировала. Потому что у меня есть какие-то там обзоры не смонтированные. Ну, в общем, хорошие вот в такой вот упаковочке. Если убрать минус то, что там вот всё-таки мусоринки попадаются. Зелёная улица фирма называется. Ульяновск. Таджикистан. То вот вполне себе нормально. Я его размачивала. Чего у меня тут? Семейные традиции классические. А что это такое? Классическая технология производства без пальмового масла, без консервантов. Изделия... А, это мини-сушки. Да, хорошие такие мини-сушки. У меня там несколько штук осталось. Я сегодня он их обнаружила с чаем пожрать. Сейчас я тебе даже состав прочитаю. Мука пшеничная хлебопекарского высшего сорта, вода питьевая, масло подсолнечное, соль, сахар, дрожжи, хлебопекарские. Всё! Всё годности шесть месяцев. Вот почему у них был какой-то вкус уже странный. Они 21 декабря закончили свою жизнь. Я просто забыла про них. У меня там лежали несколько бараночек. И вот сегодня у нас 25-е католическое Рождество. Четыре дня уже они как умерли своей смертью. Ну, в смысле, срок у них закончился. И они уже чувствуются, что что-то с ними не то. Думаю, блин, такие вкусные были. Сейчас как-то не пойми, что. Надо их выкинуть тогда. Я хотела их выкинуть, думаю, а когда они невкусные стали. А они просто сроком годности закончились. Ну, вот смотри, упаковка хорошая такие. Мне понравится. И состав у них нормальный, наконец-то. Крайне редко так стеришь нормальный состав. Я, конечно, понимаю, что можно самой сделать. Но у меня в последнее время бывает так, что когда у меня ничего нету к чаю, и мне хочется аж какое-то печенье, я в таком полуупоротом состоянии. То у меня мигрень. То у меня опять мигрень. То ещё что-нибудь такое. У меня тут бумажечка отмаслится. Я как бы покупала масло 72% жирности. 72,5. А ещё 82% жирности. И потом вдруг выяснилось, что и то, и то, и другое масло одной и той же фирмы. Вот это 82,5%. Вилети из свежих сливок. Масло сливочное традиционное. Вот. Магните у нас. Так вот, и то, и другое масло. Вот 72,5% жирности. Я бумажку выкинула, а эту вот положила всё-таки, сохранила. Хорошее, мягкое такое масло. Бывало, знаешь, масло, оно постоянно мягкое. Растопишь его, а там половина какой-то фигни, частично масло. Бывает масло постоянно твёрдое, сколько его не размягчай. И оно тоже какое-то, не пойми, что. А это очень хорошее масло. Я на нём что-то делала даже. И оно вот у меня растопилось в микроволновке, и там было реально просто растопленное масло. Крайне редко такое встретишь сейчас. В общем, я тебе советую, зрители, если что, вот такое масло я в магните брала. Сейчас, правда, у меня масло агреволговское. Чисто на пробу. Ну, по-моему, нормальное масло. Я бы, правда, ещё не растапливала, чтобы посмотреть нормальное. Но я думаю, оно нормальное. Не потому, что оно именно в угличе делается, под угличем, а просто реально, ну, как бы, хороший продукт в агреволновке. Качественное. Так. У меня тут две бутылки, или даже три ботикают. Пластиковая бутылочка масла бразильского ореха, нерафинированная, первый холодный отжим. Оно мне пришло чуть-чуть просроченное. Ну, как бы это... Оно всем, видимо, приходило чуть-чуть просроченное. Просроченное. Даже не чуть-чуть, на три месяца тогда было просроченное. А было так запечатано, что было не видно эту дату. Я им написала тогда, вот, извините, извините, извините. Это вот, ну, завалялось на складе. Думаю, ну, это Вайберс, чё? Вайберс иногда так, и не такой отчубючит. Как бы я его чисто покупала на пробу, оно было 200 рублей с чем-то, 200 с чем-то за 100 миллилитров. Просто попробовать. Мне тогда пёрло вот на всякие масла такие. Но нерафинированное. Мне сейчас нерафинированное в ближайший месяц, наверное, нельзя, потому что как бы дострить, хоть уже обострение и закончилось, но всё же я дозировано как-то питаюсь. Ну, по чуть-чуть включаю в рацион то, что было нельзя во время обострения. Но как бы сейчас уже можно по чуть-чуть включать. Так вот, как шоколадку тут. Сегодня ещё курочку с минимум специи для курицы запекла. Две штучки чисто на пробу, и внезапно пошло. И не было такого отторжения, как вот за несколько дней до начала обострения. Короче, масло бразильского ореха нерафинированное. Приятное на вкус, но вот, знаете, оно очень дорогое на самом деле. Это чисто вот побаловать себя, попробовать так вот. В салатах вкусно. У меня тут. Масло маковое нерафинированное. Довольно приятное на вкус в салатах. Иногда чувствуется что-то такое. Ну, в общем, говорят, внезапно я узнала, причём на Вайбрис, в этих вопросах производителю, что кальций в маке есть. У меня есть немного мака. Чисто булочки какие-нибудь фигачить. Но я что-то давно как бы ничего не пекла такое, чтобы туда ещё и мака положить. Первый холодный отжим. Так вот, в масле мака вам нет кальция. Когда выдавливается масло из маковых семян, то кальций весь исчезает нахрен. Хорошее масло. Дом кедра. Здоровье со вкусом. Кстати, вот этот вот тоже был дом кедра. Я с домом кедра познакомилась лет 5, наверное, назад, когда ещё в каком-то там пером своём измельчителе пыталась сделать кокосовую, фу, не кокосовую, а как вот там, блин, арахисовую пасту. Добавляла тогда масло арахисовое в этот самый, в арахис. Сейчас-то у меня есть белый микс, там просто орехи туда добавил, подождал несколько минут. Набрался терпения без гемора, что вот оно что-то как-то недоразмешивается ещё, недоразмельчается ещё чуть-чуть, и вот жиденькая такая масса урбеча арахисовый. А тогда вот добавляла и добавляла в еду. И, короче, очень качественное масло у дома кедра. Масло маковое, нерафинированное. Хорошее. Я тогда покупала 250 рублей за 250 миллилитров, но сейчас оно потом стало что-то супердорогое. Тут удобная вот бутылочка так как бы. Тут как бы кажется, что она большая дырочка такая. Там что-то капля какая-то осталась, капля какая-то осталась. Можно хоть руки что-ли им увлажнить. Но так как оно тоже нерафинированное, мне сейчас нельзя нерафинированное масло, к сожалению, и временно хорошее. Вот в салаты очень вкусно. Оно такое нейтральное по вкусу. Ну, там иногда вот постоит салат, у меня был просто один салат, который я самопалила, я так не выложила ещё рецепт на кокпет, но вскидывала, по-моему, в Инстаграм и в Телегу с фоточками. И там было вкуснее, чем когда он там сутки постоит, вот так напитается. А если чутка забыл, он ещё постоял. Вот уже немножко чувствуется это масло. Ну, обычно же люди сразу доедают, они забыли про еду, как Рюля. Хорошее масло, и если вы ждёте, ищите что-то для салатиков, можете попробовать, если ещё не знакомы с маковым маслом. Очень советую. И бутылочка удобная, стекло, кстати. Ну, и наливайка тоже неплохая. Ой, порвался пакет, в который я засунула его. Так, чё у меня тут ещё масло? А крышечка где от него? А вот и крышечка. Чё-то отвинтилась, а крышечка? Тоже чисто очень давно хотела попробовать. Про маковое масло я узнала на Вайбере, совершенно случайно, когда искала какие-нибудь масла, может, вам это будет интересно, вау, маковое масло бывает. Оно у меня пару месяцев лежало в закладках, а потом я его купила. Как раз когда я думала, чё такое, думаю, всякие другие масла, они часто бывают, и можно в оффлайновых магазинах найти. А маковое я первый раз вообще увидела, и заказала. А тут у нас солнечный дар, конопляное масло, сыродавленное, ремефленное, холодный отжим, 100 мл. Оно стоило слегка дороже, чем, допустим, можно было за те же деньги, ну, даже как, у одной фирмы можно было за те же деньги купить 250 мл, а у другой фирмы чуть подороже, ну, допустим, рублей на 30 подороже, можно было купить те же 250 мл, либо 375 мл. Но я подумала, вдруг оно мне не подойдёт, ни по вкусу, ну, ни покатит, и что я с ним буду делать, стоять будет. Ну, как бы, можно в косметику пустить, но я не всегда делаю косметику. У меня если какая-то есть, вот, самопальная, то мне не надо это ничего. Ещё кошка что-то учудила, ускакала, что-то увидела, упрыгала. Так вот, оно напоминает по вкусу, если вы когда-нибудь пробовали яд для семян конопли, яд для семян конопли по вкусу напоминают кедровые орехи. И там тоже, также есть какие-то общие компоненты, тут масло, конопляное пищевое нерафинированное первого холодного отжива. А ещё оно напоминает нерафинированное подсолнечное масло, и вот именно таким маслом каким-то отдаёт. Вот нерафинированное подсолнечное масло соединить с ядрами семян конопли, и плюс ещё вот именно такой нерафинированный вкус масла. Если вам это нормально, такой вкус, то я вам советую хорошее масло, качественное, очень хорошее. У него срок годности 6 месяцев, и оно, по-моему, после вскрытия живёт только месяц. Хотя нет, после вскрытия хранить в холодильнике. Не месяц живёт, ну, оно, в общем, 6 месяцев у него именно сам срок годности. И оно пахнет вот сейчас вот именно вот таким маслом просто. Маслом каким-то. Вот бывают такие нерафинированные масла, которые пахнут просто как каким-то таким маслом. Деревяшкой какой-то нахрен. Ну, в общем, чисто так вот салаты, оно вкусно. Но я такое больше себе покупать не буду. Хотя само по себе масло качественное. В общем, вот такие у меня были баночки еды, скажем так, съесть или выкинуть. По большей части тут только что не понравилось или, допустим, некачественное это было вот это сухое молоко. Всё остальное было съесть и совсем чуть-чуть выкинуть. Одно выкинуть, потом несколько штук на любителя и остальное очень даже съесть. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то подобное пробовали, поделитесь своим мнением в комментах. Ставьте свои лайки, дизлайки, подписывайтесь, если ещё не подписались. Если хотите поддержать мой канал, то вот здесь вот будет облачко с информацией, как это можно сделать. Всех с наступающим Новым Годом либо Рождеством, если вы его отмечаете и вы католик, ну или ещё с каким-нибудь праздником. И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова